Наука Периодически в моду входят обыденные вещи. Вот, к примеру, кто ещё 20 лет назад интересовался водорослями. Только поклонники здорового питания, которые молились на некую спирулину, которая оказалась кладезью протеинов и минеральных веществ. Как только цены на топливо поползли вверх, начались поиски альтернативных источников энергии. И тут исследователи присмотрелись к водорослям. Выяснилось, что они могут быть весьма ценным и практически бесплатным ресурсом. Можно научиться выращивать водоросли, чтобы снабдить человечество массой всего полезного, что водоросли могут нам предоставить. Получится примерно то же, что и с медиями. Их ведь тоже научились разводить. В водорослях почти отсутствует целлюлоза, а это значит, что вторичная переработка произведенной из них продукции обойдется значительно дешевле. Сегодня на острове Сайл на западном побережье Шотландии работает самая крупная в мире лаборатория по изучению водорослей. Здесь образцы водорослей собираются, здесь исследуется их молекулярное строение. Именно здешние специалисты выяснили, что в водорослях определенного типа содержатся в больших количествах так называемые жирные полиненасыщенные кислоты, незаменимые для стимуляции деятельности нейронов, улучшающие гормональный баланс организма. Рассказ продолжает Мишель Стэнли. Мы занимаемся как теми водорослями, которые принято называть микроводоросли, так и теми, что называются макроводоросли. Микроводоросли представляют интерес как источник для получения биотоплива. Речь идет о производстве биометана и биоэтанола. Микроводоросли именно потому и становятся источниками получения биотоплива, что на протяжении всего их жизненного цикла для своего развития они аккумулируют колоссальное количество солнечной энергии. Причем, как выясняется, этим их функции отнюдь не ограничиваются. Эти водоросли можно использовать и для получения ряда технических масел. Характерно, что климат не влияет или почти не влияет на рост и развитие водорослей, а также на их промышленные свойства. С другой стороны, есть и те, кто считает, что излишнее распространение водорослей ведет к изменению экологического баланса и ухудшению условий жизни для других представителей флоры и особенно фауны, причем не только морской. В Австралии, недалеко от столицы страны Канберры, установлены два мощных очистителя. Они избавляют пресную соленую воду от присутствия водорослей. Принцип действия похож на тот, что используется при производстве бытовых пылесосов. Очистители качаются на волнах, всасывают воду, очищают ее с помощью фильтров, а затем выпускают ее, в данном случае, в озеро. Если их использование будет признано экспертами эффективным, очистители будут задействованы вблизи крупных городов на побережье и в акватории озер и рек. Они немножко напоминают спутниковые антенны. Есть тарелка, грубо говоря, есть насос, который забирает воду, есть системы фильтров, есть выходное отверстие, и их присутствие никак не нарушает пейзаж. Вывод, который делают океанологи и экологи, следующий. С одной стороны водоросли – источник топлива, с другой источник проблем для окружающей среды. В любом случае, они будут в фокусе постоянного интереса ученых и специалистов.